МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня в нашей студии главный врач клиники медтехнология Олег Нагибин и врач-онколог, химиотерапевт Олеся Журавлёва. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, первый вопрос. Актуальность возникновения клиники, в которой будут лечить онкологических больных в нашем городе. Это весьма актуальная проблема. Расскажите, пожалуйста, может быть, о статистике онкозаболеваемости в последние годы и о том, насколько необходимость зрела долго, давно появление дополнительного учреждения. На самом деле ситуация с заболеваемостью, злокачественными новообразованиями в стране совсем не радужная. У нас заболевает раком порядка 600 тысяч человек ежегодно. Это по численности сопоставимо с населением Махачкалы или Владивостока. А погибает 300 тысяч человек. То есть это по численности с населением Якутска. То есть фактически целый город погибает в год от злокачественных новообразований. Ну вот в частности, например, от рака молочной железы погибает порядка 23 тысяч человек в год. Это сопоставимо со смертностью от всех дорожно-транспортных происшествий за год. Ну вот сами посмотрите, практически в ближнем круге любого человека есть онкологический пациент. То есть актуальность очень велика. К сожалению, заболеваемость очень высокая. Она высокая и во всем мире. В нашей стране цифры тоже сопоставимы с общемировыми. И вот если говорить про новый центр медтехнологии, который открылся в нашем городе, какие услуги сейчас доступны в вашем центре для пациентов? Ну, необходимо отметить, что открытие центра клинической и ядерной медицины медтехнологии – это часть такой большой федеральной программы развития, строительства и открытия сети высокотехнологичных медицинских центров, которые реализует в ряде регионов группа компаний «Мединвестгрупп». Для Рязанской области это, несомненно, самый масштабный и большой проект, реализуемый в сфере медицины. Приоритетным направлением нашего центра является онкология, как мы уже говорили. И в клинике будут реализованы последние достижения высокоточной и ранней диагностики и современные методы лечения. Отдельной гордостью является наш персонал, потому что все медицинские работники, которые у нас сегодня работают, они имеют необходимое образование и сертификаты, плюс богатый опыт оказания медицинской помощи. Центр будет открываться в несколько этапов, и основными направлениями его является онкология. В частности, это два таких направления. Это химиотерапия и плюс ядерная медицина, диагностика и лечение заболеваний. Надо отметить, что первый этап уже завершен, и первый центр начал свою работу. В частности, начал работу центр лекарственной терапии, где пациенты могут получить, в первую очередь, это консультативную услугу в виде амбулаторного приема врачей и онкологов, и само лечение по этому данному профилю – это химиотерапия, таргетная терапия. И для этого в центре создан дневной стационар на 22 койки. И можем, наверное, рассказать о том оборудовании, которое на настоящий момент в центре уже действует для пациентов. Какие услуги могут оказываться? Центр располагает комфортабельными палатами с удобными креслами для внутривенных вливаний, с многофункциональными кроватями. Все палаты оснащены медицинской техникой, по последнему слову, последних образцов, прикроватными мониторами, которые позволяют онлайн следить за состоянием пациента. Там до 7 показателей одновременно считывается. Более того, оснащены палаты инфузоматами. Это такие устройства, которые позволяют дозированно с определенной скоростью вводить внутривенные лекарственные средства. Если раньше медсестра вынуждена была там по каплям засекать скорость введения лекарственных средств, теперь это делает автомат, где медсестра устанавливает определенную скорость введения препарата, и уже автомат сам эту скорость непосредственно поддерживает. Кроме палат, у нас имеется, и мы подумали о пациентах, их отдыхе после процедур, у нас имеется палата отдыха, отдельная комната после процедур, у нас имеется комната приема пищи для пациента, если они захотят после процедуры отдохнуть, попить чай, посмотреть телевизор, пообщаться. Кроме этого, имеется комфортабельная и большая зона ожидания, в которой они, пациенты, могут ожидать процедуры. В отделке помещения применены безопасные экологические материалы. Кроме этого, все помещения выполнены по индивидуальному дизайну. То есть, можно сказать, что условия настраивающие на жизнь, радостный лад. На выздоровление. На выздоровление, в отличие от стереотипного мнения о таких учреждениях. Вы заговорили о безопасности, хотя и о безопасности материалов, но все же. Сейчас мир, к сожалению, в напряжении в связи с быстро распространяющейся коронавирусной инфекцией. Наверняка у вас предпринимаются тоже определенные меры в период вот этот. Конечно. Наш центр строился и издавался уже в тот момент, когда эпидемия ковида наступала. Поэтому были предприняты определенные решения для того, чтобы минимизировать риск развития и заражения этой инфекцией. Система вентиляции, она не только у нас в центре, каждое помещение имеет индивидуальную систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме этого, система имеет возможность фильтрации воздуха, что значительно снижает возможность заражения. Кроме этого, мощность вентиляционных систем, она такова, что обеспечивает высокую кратность воздухообмена, что тоже способствует снижению риска заражения. Все помещения, не только палаты, где находятся пациенты, но и помещения персонала, ожидания, коридоры, все оснащены бактерицидными рециркуляторами, которые обеззараживают воздух, дезинфицируют его. Но о средствах индивидуальной защиты, СИЗах, медперсонал мы не говорим. Естественно, все обеспечены и полностью их используют. Какие современные методики лечения применяются в медтехнологии для лечения онкологических заболеваний? Наука на месте не стоит, и наверняка вы применяете именно те топовые новинки. Практически все, кроме высокодозной химиотерапии. То есть мы применяем и химиотерапию, и таргетную терапию, планируем применять и иммунную терапию. То есть практически все. Как можно долго рассчитывать на лечение? Как долго может длиться терапия? Это хороший вопрос, потому что практически каждый пациент, которого я когда-либо лечила, этот вопрос, как правило, задавал. Тут надо отметить, какую когорту пациентов мы имеем в виду. Если мы говорим о пациентах четвертой стадии злокачественного новообразования, когда, к сожалению, зачастую речь об излечении не идет, то мы можем проводить сколько угодно наше лекарственное лечение, ну или достойка ремиссии, когда мы видим хороший положительный эффект от нашего лечения и отпускаем больного на химиотерапевтические каникулы. Это очень радостно и для самого пациента, и для нас. Либо до какой-то неприемлемой токсичности, потому что многие виды нашего лечения, они заведомо очень токсичны. И пациент просто не может переносить терапию, потому что развелись какие-то побочные эффекты от лечения. Или мы проводим химиотерапию до прогрессирования опухолевого процесса. К сожалению, это достаточно часто бывает, к сожалению. И мы вынуждены менять линию лечения. Это не конец, если случилось прогрессирование опухолевого процесса. Но пациент нуждается в подборе другого варианта лечения. Это о больных с четвёртой стадии опухолевого процесса. А если мы говорим о предоперационной химиотерапии или профилактической послеоперационной химиотерапии, то согласно клиническим рекомендациям, есть определённое количество курсов химиотерапии, которые проводятся для конкретного заболевания. То есть, если я правильно понимаю, в вашей клинике пациент, который к вам обратился, он может... Да, все виды, да. Да, вот это лечение. И финальный вопрос, я знаю, насколько он будет корректен. Если нет, то мы можем не отвечать. Сколько пациентов может принимать клиника Меттехнология на единовременное лечение? То есть, сколько вы можете... 22 человека единовременно. 22 человека могут лечиться у вас одновременно? Да, конечно, одновременно 22 человека. Дневной стационар рассчитан на 22 койки. Одна – это одна смена. Если мы будем работать две смены, это может быть 44 человека. Если в три смены, это может быть, соответственно, другое число. Ну, а на самом деле, да, одна смена – это 22 койки. Сегодня у нас в гостях были Олег Нагибин, главный врач клиники Меттехнологии и врач-онколог-химиотерапевт Олеся Журавлёва. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова